Garden of Ban-Ban 7 наконец-то официально вышел. И у меня в связи с этим есть только два вопроса. Первый вопрос, это вот у меня какая-то пиратская версия игры или что? Я ее вроде купил, но почему-то у меня справа снизу какой-то бухой дед Бан-Бана. И если это реально официально новый персонаж, который будет в восьмой главе, то у меня много вопросов к восьмой главе. Но второй вопрос, кто-то вообще ждал седьмую главу? Потому что, судя по активности на последних роликах, все про нее как будто бы забыли. И для родителей, бла-бла-бла, ищущих своего ребенка, мы на самом деле уже забыли про ребенка десять раз. Или он там на минус тысячном этаже. И чтобы его найти, мы как раз-таки возьмем тот самый посох. И мы наконец-таки приехали, избавившись практически от всех персонажей. Их там сожрал новый монстр, имя которого я уже, собственно говоря, успел забыть. И разработчики научились делать дымку, причем немножечко всратенькую. Но тот факт, что она здесь есть, это уже успех. И погнали. Я уже что-то должен здесь найти. Хотя я вот здесь вижу кнопку, но она не активна. Ааа, вот, в темноте, гребаная кнопка. Ну, конечно же, разработчики же любят над нами издеваться. И, конечно же, мне придется сейчас десять раз этим дроном нажимать на эту кнопку, потому что он тупой. IQ дрона они не прокачали, к сожалению. Впрочем, не буду его судить. Свой IQ я тоже не шибко-то прокачивал с момента выхода последней главы. И мы все наконец-таки включили. Сейчас нам покажут какую-то сцену. И вот для чего вы добавляли перевод в игру, если его здесь нету? Зафиксирован анонс. Детский садик Бан Банычей. Так, и что дальше? В здании был объявлен общий код Бридж. Все сотрудники должны посмотреть следующую информацию. Добро пожаловать в руководство по выживанию для сотрудников. Случай 8. Паук. Наша главная задача — сохранить ваши конечности в целом. Этого можно добиться, только если вы знаете, что делать в сценарии Случай 8 с нарушением герметичности. Знание ваше оружие. Шаг первый. Не будь героем. Случай 8 сильнее, быстрее и агрессивнее, чем вам кажется. Так мы уже в курсе. Не пытайтесь бороться с Случаем 8, это ничем хорошим для вас не закончится. И помните, что в выскореженном виде вы будете выглядеть не лучше, чем в офисе. Это было странно. Шаг 2. Спрячьтесь. Если вы подозреваете, что Случай 8 преследует вас, найдите ближайшее место, где можно спрятаться. Случай 8 очень подвижен и может атаковать с любого угла, в том числе и сверху. Так мы уже проходили мини-игру с ним. Если спрятаться невозможно, создайте как можно больше шума. Он типа боится шума? Обратитесь в службу спасения. Да, они мне не вытащат с этого минус тысячного этажа. При первых признаках присутствия Случай 8 обратитесь в службу спасения. Они будут направлены к вам. Поймите свои обязательства. Безопасность Случай 8 очень важна для нас. О, а моя безопасность не сильно важна, да? Если вы примеете смертельную силу в случае самообороны, вы будете обязаны выплатить компенсацию в соответствии с договором. Это равняется сапп... 58 миллионам или тысячам там было написано? Я не успел прочитать. Вам рекомендуется работать в группах не менее двух человек. Ну, сейчас позвоню кому-нибудь, чтобы он вместе со мной все это попроходил. На самом деле, игра реально стала бы гораздо лучше, если бы в нее добавили кооп. В коопе все это проходить было бы поинтереснее. И данное руководство по безопасности было завершено. Ничего нового, если честно, я не узнал. Не забывайте следить за потолком. Видимо, сейчас нам будет нап-нап уже в тысячный раз. Так, вы должны поднять карточку. О, вот она где карточка. Я думаю, мы наоборот должны туда... Эээээээ, че за звуки страшные? Драту тебе. А, я ей почему-то подойти не... Ах ты, твою мать! Че за говно? Да я ухожу, все, ухожу. Фух, оно упало вниз. Охренеть не встать, твою мать. У меня пердечный средств с первой же секунды так. Погнали. Минус шестой этаж. Ну и... Надеюсь, больше... О, жуки всякие здесь броют. Больше никаких скримеров в ближайшие полчаса не будет. Так, че здесь такое? Этой двери нужна зарядка. Какая нахрен зарядка? Зарядка мне нужна будет после этой игры Погнали дальше Ну почему уж так, темно-то Фонарик бы дали Ага, первая головоломка А, это даже не головоломка Это просто у нас место, где мы можем поменять локацию В принципе, похожие штуки были и раньше Только раньше ради них приходилось бегать по полчаса Огромный лайк, что здесь бегать, кажется, не придется Так, перезарядить дверь И теперь та дверь, видимо, откроется Мы должны на время добежать до той двери? Я надеюсь, что нет Так, погнали Здесь что-то есть? Что вот это вот такое? Так, соберем вот это вот Изолента Ого Чет новенькая Мы... Твою мать Я так и знал, что там есть какой-то подвох Только я не совсем понял, а как нам его избежать? Наверное, я должен следить за потолком И не идти в то место, где находится Нэп-нэп Ииии Так, опять жуки разбежались Ну, кстати говоря, жуки выглядят прикольно Мне нравится Они даже немножечко объемные, как будто бы Погнали Опять заниматься той же самой ерундой Вы видите на потолке кого-нибудь? Я, если честно, не вижу Он, видимо, попозже появится Не знаю Ой, я там что-то забыл собрать Тоже Так, вернемся обратно Его здесь нет Я, по идее, должен находиться там, где свет Что это такое? А, зажигалка Зачем мне... Зажигалка с изолентой? Пока что у меня очень много вопросов Так, погнали Нажмем на кнопочку И, видимо, после нажатия на кнопочку Появляется Нэп-нэп О, да, вот он стоит Пердит Так, ну он стоит ровно в том месте Окей Аккуратненько Давай я пойду вот сюда И он все еще стоит на месте А вдруг он сейчас ко мне пойдет? Давай лучше слезу Ну, проваливай А, наверное, я должен сначала взять изоленту Видимо, пока я изоленту не возьму Ничего хорошего не будет Может, мы его подождем Раз у нас есть зажигалка Ну, так, чисто, например Так, я взял изоленту И... По-моему, это не нап-нап, а нап-налена Вам не кажется? У нее там бантик есть И она уходить не намерена А чем я тогда должен ее отпугнуть? Аааа, бамс Я что-то перевернул И как я вообще должен был до этого догадаться? Я просто ходил, тыкал на все подряд И сейчас мы сделаем что-то странное Погнали Закатываем бочку Мы, типа, подожгем бочку И она взорвется Ааа, я понял Она схватит бочку Так Так она схватит бочку вместе со мной, разве нет? Окей, нажимаю на кнопочку А, я не могу нажать на кнопочку А, я привязал изолентой бочку Я теперь ее, видимо, подожгу Ииии, погнали Так она взорвется вместе со мной Идея говно, если честно Так, давай, давай, давай Нажимаю на кнопку И прыгаю А, ну, кстати говоря, все нормально Все сработает Мой план сработает, дамы и господа Там бочка уже должна была взорваться Мне кажется, к этому моменту Давай, хватай прошмандовка-то я такая Бэмс, бэмс Она падает Видит бочку Она в шоке такая Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и я там вижу какой-то сад, следовательно, здесь будет джестер. Ну, как бы, эта локация почему-то у меня ассоциируется с джестером. Здесь какие-то кнопочки. А, можно вызвать поезд. Опять поезда! Нет, не хочу поезда, они очень долго едут. Стоп, что такое? А, поезд недоступен. Без поездов еще хуже. Это пешком придется ходить. Да, я вечно недоволен. Ам, иди туда, и ты увидишь, что я должен там увидеть. Может быть, фонарик, например. Было бы замечательно увидеть, например, какой-нибудь фонарик. Я залезть должен? Видимо, да. Ого, паркур. Нифига себе. А где мой дрон? Мой дрон вообще, видимо, за мной решил не летать. Почему они не добавили функцию, чтобы дрон тебя сам преследовал? Это было бы логично. Потому что телепорт не сильно логично выглядит, если честно. И там у нас тоже локация, видимо, с поездами. Кстати говоря, локации стали выглядеть получше. Но на удивление, да? Они не такие супер-мега-обширно абсурдные. Чего? Я круг навернул? Это что, шутка какая-то? Нет, это какая-то другая локация. Окей, погнали наверх. Здесь новая синяя дверь. И я в нее могу зайти. А чем мы вообще занимаемся? Я пока что вообще не понимаю. Ох-ох-ох-ох-ох. О, мы это в трейлере видели. Очень страшная локация, на самом деле. Мы, видимо, должны пойти прямо. Ну, реально, графон немножечко подкрутили. Можно, конечно, еще лучше. Но это уже гораздо лучше, чем раньше. Ооо, там стоит хирург. Здравствуйте. А ты говорящий? Да, что такое-то? Вас заметили, как говорится. И что, это типа поражения? Ага. Меня схватили и куда-то выкинули. Или вырубили. Чисто с локтя так. Бэс! И кто-то ржет на фоне. Ага, нас все-таки поймал хирург. Ну, точнее, прихвостень хирурга. И там кто-то с ума сошел, кто-то сидит. Господи, меня добавили в игру про бот-баны. На вас, людей, когда-нибудь станет легче смотреть? Ограничение ваших тел мне противно. Возьмите ножницы. Давайте добавим ему пару рук. В данный момент вы можете считать себя невезучим. Но я здесь, чтобы сказать вам, что на самом деле вы привилегированный человек. Привилегия быть частью моей операции. Ты умрешь как часть чего-то большего, чем ты сам. А не как неудачник, о котором никто не вспомнит. Это не ножницы, это молоток. Придурок, ты эдакий, сколько я должен объяснять разницу между молотковой дождицей, бев? Так, ну, хирург, мне уже что-то как-то не нравится. Ты пустая трата ресурсов. Думаете, гиванёбрастёт на деревьях? Вас превратят. Кого превратят? Во что превратят? А можно меня вот ни во что не превращать? Я вроде как ещё ребёнка должен найти, но, судя по своему поведению, моего ребёнка вот уже в кого-то да превратили. Я не знаю, зачем нам вообще его дальше искать. Я бы на месте родителя уже смирился и свалил. А, и нас просто оставили. Он даже не связал нас. Ха-ха. А, кайфарики. Хочешь, я помогу тебе выбраться отсюда? Судя по всему, тебе уже Господь Бог только поможет. Так, мы можем эту штуку отодвинуть. Этому пациенту нужно лекарство. Ага, он с ума сошёл. Мы должны найти лекарство, и он нам поможет выбраться. Здесь есть карточка. О, то есть он здесь ещё и карточку оставил для выхода? Ну, это просто гениально. Сюжет на уровне, конечно. Так. Но мы должны найти лекарство. Я не думаю, что это будет сложной задачей. Там какая-то тьма, следовательно. Нам нужно идти прямиком вот сюда. Что там такое? Вот там творит операции свои. И почему-то у него там рисунок Джамбо Джоша и какая-то таблица. Окей, включу свет. Блин, а если я свет включу, он же, наверное, заметит. Нет, точки? Свет включился. Я нашёл конфету. Это не очень похоже на лекарство, если честно. Наверное, там будет лекарство. Да, я там вижу какую-то дверь. Как хорошо, что я решил не заходить в эту дверь, потому что, мне кажется, был бы какой-то скример. Здесь что? Я думаю, здесь как раз таки будет лекарство. Вот тут. А, у меня нет фиолетовой карточки. У меня есть молоток. Если что, можно просто голову расквасить тому челику. Вы где-нибудь здесь видите лекарство? Я не совсем понимаю, зачем мне молоток и что это за звук такой страшный. Звук освещения? О, записочка. С записочками мы будем разбираться потом сейчас. Я с ними не очень хочу разбираться. Единственное, что я заметил, там была надпись. Я что, с ума схожу? А, вот что стучит. Там кто-то есть. Правда, мы этих кого-то не видим. Давайте мы откроем их. Может, они нам помогут? Ага. Они слишком опасны, чтобы оставлять их так. Нормально всё. Давай мы их выпустим. Хорошая идея, по-моему. Эту дверь я открыть не могу. Может быть, мы всё-таки дадим ему конфету? О, я дал ему конфету, ему помогло. Смотрите-ка, он заховал конфету. И чё? И он продолжает сходить с ума. Видимо, я должен найти ещё одну конфету. Не помешали бы хоть какие-то объяснения. Я нашёл ещё верёвку. А-а-а-а-а. Я типа свяжу верёвку с молотком. Я не знаю, почему. Всё это было. Ну вот я зачем открыл это? Для чего? Для чего мне верёвка и молоток? С конфетой понятно. Я как будто играю в квест из 90-х, который нифига тебе не объясняет, что ты делаешь, что происходит. Просто такой, вот тебе верёвка, вот тебе молоток, вот тебе мыло. Дальше сам догадаешься. Найдите выхода. Это потрясающая задача на самом-то деле. Я не понимаю. А вот конфета. Конфета, видимо, сохранилась. И верёвка у меня внутри. А-а-а. Ха. Верёвка растянулась. Я теперь должен, наверное, взять, открыть эту дверь. Он начнёт меня преследовать и попадётся в ловушку. Обалдеть. Человеческий отброс. И бим-бим-бим-бим-бим. Вот так вот. Ты мерзкий пациент. Я теперь побегу за лекарством. Уберите это. Отлично. Ты меня понял. Убей его, я отпушу тебя. Чего? Не надо меня убивать. Пожажа же... Пожажа же не надо. Почему я туда пройти-то не могу? Ам... Ничего делать надо. Он его отпустил. Фух. Спасибо. А, это я типа вырубил его молотком? Не волнуйся, я хирург, дающий слово. Я не причиню тебе вреда. Не после того, как ты спас меня от твоего дела. Чего, блин? Мы должны помочь этому челику. При этом возможность стать волонтёром для меня всегда будет доступна. Это очень взратый перевод, если честно. Я попрошу вас рассматривать эту возможность. А, он предлагает мне стать волонтёром в его делах. В любом случае, у нас есть куда более важные дела. Поэтому проследуйте за мной. Мой друг и твой друг вели меня в курс дела, которое происходило на этаже выше. Это провода или червяки? Они упомянули, что в деле замешаны любопытные родители. Знакомо тебе вот это вот? Слушайте, мне доверили последнюю часть скипетра. Я не собираюсь рушать это доверие. А-а-а, я понял, я всё понял. Чтобы добиться этого, мне нужна твоя помощь. Посмотрите на разгром вокруг. Всё это было сделано с помощью неполного скипетра за считанные секунды. Да не так всё и плохо. Полный скипетр в руках Дадау – это гарантированная смерть всех нас. Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло. Точнее, Дададу. И удача может оказаться на нашей стороне. Полагаю, вы уже знакомы с этим зелёным образцом невероятного размера и силы, нарисованным на доске. Ой, ещё как, знаком, да. Уже со всеми тут знаком. Оно напало на наш город несколько часов назад. Серьёзно? Скорее всего, потому что он либо слишком напуган, чтобы оставаться в темноте, либо потому что зорняки и сэр Дададу не оставляют его в покое. А ваш город тут при чём? Как нам повезло, что на нас напали. Чего, блин? Мой план состоит в том, чтобы захватить зелёную гориллу, использовать её для борьбы с армией сэра Дададу и вернуть скипетр его законовладельцам. Да мы видели, что его разнесут просто по щелчку пальца. Он слабенький. Проблема в том, что зелёная горилла исчезла после нападения и с тех пор я пытаюсь её найти. Можно было в диалоге сделать поменьше. Он слишком тупой, чтобы силы Дададу сработали на него. Так что я не беспокойся об этом. Осталось только найти это чудище, заточить его и выпустить, когда придёт время. Почему? Блин, Джошуя просто использует постоянно. О, как раз вспомнил. У меня есть то, что тебе нужно. Так, удиви меня. О, это новый пульт. Это новый пульт? Это новый пульт. Это, наверное, новый дрон. Давай, показывай, мне реально интересно, что там помощники твои приготовили. Офигай себе. Интересная система. Новый дрон! Новый дрон! Новый дрон! Наконец-таки, спустя семь частей нам дали новую механику. А прикиньте, там не дрон, а просто карточка. Нееет, это новый дрон! Хорош! Представляю вам ремоут 2.0. Название, которое я совершенно не случайно придумал. Берите, оно ваше. Берем. Я вижу жалкую вещицу, как ваш старый пульт, и мастер внутри меня сходит с ума. Все, у меня теперь есть новый пульт. Давайте проверим его. Видите вон ту панель управления? Именно туда вы будете обращаться, когда понадобится взять дрон под контроль. О, это та самая механика с управлением дрона от первого лица. Этот новый пульт будет действовать как пароль. Он даст вам доступ к панелям управления. Да я понял. Конечно, вы можете использовать его по сторонам. Он в некоторой ситуации потреб... Можно было реально сократить этот диалог раз в два, в три, и смысл бы от этого не изменился. На другой стороне этой стены есть большая кнопка. Посмотрим, сможете ли вы нажать на нее, пока управляете дроном. Да поехали я и... Блин, понял уже давным-давно. Дрон слишком далеко. Ну давай, телепортируйся. Где ты? Дебил. Ага, вот он. Все. Телепортировался. Используем дрон. Че? А, вот. С десятого раза. Ого, господи. Ну, конечно же, они не могли сделать нормальное управление. Дрон очень лагучий. Он просто с задержкой в секунды в три реагирует. Вот я не знаю, вам не слышно, наверное. Но я нажимаю на кнопку, и он секунды через три-четыре только начинает делать то, что я ему прикажу. Так, ну, на этой стороне есть кнопка. Че-то я не понимаю. Почему он не реагирует вот сейчас? Эй. Он постоянно делает у-у. У-у. Ладно, наверное, кнопка вот здесь. Так, стой. Стой. Я тебя умоляю. Стой. Господи, я как будто бы алкаш какой-то на дроне. Ладно, есть у меня еще одна идея. Мы должны взлететь наверх. Вот сюда. О, да. Вот, 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 вот здесь будет кнопка. Где она? Вот она. И просто ее подсветили, но снаружи. Могли бы внутри стрелочку нарисовать. Ну, ладно, я догадался. Поэтому все нормалды. Так я нажал на кнопку, и че дальше? Дрон такой. Би-буп. Телепортировались. Ну, видимо, задача выполнена. Так, выходим. Это было не так уж и сложно, правда? Ну, я бы так не сказал. Правда. Это было сложно. Что это твоя проблема? Это проблема, блин, разработчиков. А мы лучше найти эту зеленую гориллу. Я понять не имею, что задумал, сэр. Да-да-ду. Но что-то подсказывает мне, что это будет не очень-то и круто. На одной из улиц меня ждут свидетели. Какие нахрен свидетели? А я благодаря тебе должен убирать весь этот беспорядок. Почему бы тебе не поговорить со свидетелями? С какими нахрен, блин, свидетелями? Я сказал им, что, может быть, сам не приду, а пришлю кого-нибудь. И они поговорят с вами. О, вот, я могу сразу пойти туда. Город освещен, поэтому он безопасен от озорников. О, Кейси. Все, я пошел. До свидания. Найдите улики, которые могли бы привести к следу Джамбо Джоша. Так, а ты мне дал карточку? Нееет. Вы можете, говорится, сирингин... С чем, блин, поговорить? На полсекунды мне показали. Ты мне дашь карточку? Вы бы видели дададу в его лучшие годы. У этого парня были амбиции и преданности дела, которые я не видел. А, ладно, все, мне неинтересно. Если ты зайдешь в этот город, можешь прочитать вот 500 правил. Да, господи. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. А вот и свидетели. Разбежавшись, прыгну со скалы. Ладно, это было забавно. Так, еще одна записка. Я, кстати говоря, наверху где-то записку пропустил. Но, неважно. Если что, мы все записки отдельно посмотрим. Их не обязательно для этого искать. Город выглядит очень депрессивно. Похоже на какой-то пригород, я не знаю, Мурманска зимой. Почему-то у меня такие вайбы. Добро пожаловать в городское подземелье. Блин, у них под землей есть целый город, вы себе представляете? Вот кто это все строил? У вас пока нет причин входить. Это у нас Лиам кафе какой-то, местный бар. То есть эти странные челики еще и бухают здесь. Ну, судя по их лицам, это в принципе неудивительно. Ты тоже от меня убежишь, алкоголик? Из всех людей, которых мог посылать, мэр, он послал тебя? Человека? Что случилось с этим городом? Они, видимо, теперь нанимают, кого попало. Да, лучше бы тебя наняли, ты выглядишь серьезным. Ладно, я опущусь до твоего уровня, он что присядет? Я видел, как выглядели монстры, напавшие на город, но я не знаю, куда они делись. Ну и все, до свидания. Нарисую их для вас. А, ты нарисующих? Если вы принесете мне что-нибудь для рисования. Подарок от меня, мэр, за все, что он для нас сделал. А он, видимо, ничего не сделал. Окей, так, что за листочек очередной? А, это бумажка, осталось найти. Да почему везде невидимые стены? Как же меня это бесит. Ну, сделали бы перегородку какую-нибудь, не знаю, машину поставили, дом разбитый. Ну, что угодно, более креативно сделали бы. Ограничение города, почему невидимые стены? Блин, ну вот это реально... И опять невидимые стены. Да это что, прикол какой-то. Ладно, где здесь карандаш? Вы видите где-нибудь карандаш? Или ему прям только листочек нужен? А, подойдет. Чем ты рисуешь-то? Рукой. Просто нахрен рукой. Действительно, ему большего и не надо. Ну окей, давай свой листочек. Это лучшее, что я могу сделать, и не проси другого. Там, блин, надписи какие-то. Ты сказал рисунок нарисуешь. Я не рисую дубликаты. Не для таких, как ты. Что ты за бред несешь? Приходите в бар и расспросите всех с этой фотографией. Там не фотография, там, блин, текст. Они найдут кого-нибудь более умного, чем вы для этого дела. Какой ты вежливая, однако. Жалкий. А, и мне дали рисунок Джамба Джоша, при том, что на самом деле там был текст. Найдите в кафе человека, который поможет вам с этим рисунком. Ой, здесь еще и мотель есть. Видимо, здесь мы будем ночевать. Кстати говоря, это будет первая ночь за все время, за все семь глав. Представляете себе? То есть события развиваются всего несколько часов, чисто по логике. Так, а как мне попасть в кафе? Ага, ага. Желтое стекло это материал, который можно разбить, но дроном нельзя управлять прямо на него. А почему нельзя? Некоторые ситуации требуют взглянуть на вещи с другой стороны. С какой другой стороны? Ты город нормально осветил? Наверное, нам вон туда нужно. Так, берем дрон. Ага, конечно, он будет очень далеко. Вот теперь берем дрон. Ой, я чувствую, сейчас будет душновато. Но ничего страшного, мы справимся. Погнали. Нам нужно лететь выше. Вот сюда. И аккуратнее все это делать, потому что... Ты что? Что мне сейчас это мешает? Это шутка. Это анекдот. Ладно. Смотрю вот сюда. Ага. Вот, вот. Вот сюда мне нужно лететь. Окей. Что? Почему? Зачем? А для чего вы тогда вот это все открыли? Взгляни на ситуацию с другой стороны, игра говорит. И дрон телепортировался обратно. А куда мне тогда лететь нужно этим дроном, если игра... Ой, я там видел Зефириуса. Он смотрел на меня. Так вот, а куда мне нужно лететь, если игра мне не дает выбраться? Ага. Вот сюда я могу выбраться. И вон там я вижу желтое стекло. Если я правильно понимаю, я не могу его разбить. А, нет, могу я его разбить. Это было проще, чем я думал. Да нет! Не телепортируйся обратно только! Ой, все нормально. Давай, 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 давай. Бэм! Бэм-бэм, детка. С первого раза. Ну, наверное. А здесь, наверное, еще какая-то кнопка. Ам... Нет. Ладно, тогда выключаем. И дверка должна, судя по всему, сама открыться. Да. Все, окей. Дверка открывается. Блин. Ну, головоломки пока не такие душные, как раньше. Мне даже местами-то и нравятся они. Можно поиграть в пул. И здесь нужно дроном нажать просто на кнопочку. Дрониссимо. Давай вот сюда сначала. Давай вот сюда. Лети, родненький мой. Здесь просто нужно... Просто нужно, чтобы ты нажал на кнопочку, родненький. Чтобы ты не влетел в стену, тупой. Ты дрониссимо. Давай вот сюда. А потом прямиком на кнопочку, родненький. Давай, 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 давай. Ой, хорош. Что дальше-то тебе мешает? Лети давай. Все. На кнопку мы нажали. Видимо, кнопка откроет... Ага, кнопка откроет следующую кнопку. Фантастика. Для чего вот это вот было, не совсем понятно. И здесь нам нужна, кстати говоря, синяя карточка. Погнали вниз. Мы теперь можем в баре расспросить ребят. Почему вот ты с белыми глазами, а все остальные нет? Они, кстати говоря, все хавают конфеты. Окей. Этой карточки у меня тоже нет. И, видимо, мы должны просто со всеми болтать. Эти со мной разговаривать не хотят. Эти тоже. И эти не хотят. Да, в принципе, никто со мной не хочет разговаривать. И я ни капельки не удивлен. А вот и синяя карточка. Ну, бармен со мной точно поболтает. Поскольку это заведение не содержит грязь, и ваше присутствие здесь не приветствуется. Как грубо. Ладно, я пошел. Э, мне сказали, типа, поговори с ним, покажи им картинку. А они что-то не сильно-то и настроены смотреть картинки и разговаривать со мной. Что здесь такое? Айди-карточка и конфеты. Ну, конфеты можно было бы-то и стащить. Они, видимо, любят в покер-рок здесь погонять. Для чего мне айди-карточка? Я не совсем понимаю, где я должен ее использовать. Здесь? Нет? Давайте я предъявлю айди-карточку ему. Ага. Интересно, стащил у кого-то айди-карточку. Я верю. Тебе что-то нужно? Э, вот, посмотри на вот это вот. Интересно. Босс хочет поговорить с тобой. Иди в подсобку и я открою тебе дверь. Диалоги Тарантиновские. Кстати говоря, вот оно меню. Здесь есть клубничное, ну, по крайней мере, он так думает, и из гиваниума. И они хавают, интересно, какое? А, разные они хавают. Ну, открывай дверь. Ага. Реально, дверь открывается. Прикольно. А что за босс? Блин, что-то мне не нравятся эти... Опачки. А я думал тебе, капс, да? А ну-ка. От личного телохранителя королевы до какого-то охотника за головами. Живущего в переулке. Какое унизительное понижение. Если интересно, я не смог спасти миссис Мэйсон. Она досталась озорнякам. О, ван болене капс, да? Думаю, передо мной мой самый страшный кошмар. Мир, где правят преступники и нарушители закона. А герои беззащитны и прячутся в страхе. Я бы сказал, что мы вернулись к тому, с чего начали. Но все гораздо хуже. Насколько нам известно, все, кого вы здесь не видите, либо мертвы, либо безмозглые. Мэр тоже привлек вас к этому нелепому плану использовать зеленую гориллу против сэра Дадау. В этом деле вы сами по себе. Без искусственной брокколи? Невозможно! У меня как раз нет искусственной брокколи. Господи. В одном из жилых домов есть человек, утверждающий, что у него есть ценная информация о том, где находится зеленая горилла. А где находится искусственный брокколи? У тебя есть информация? Эта красная ключ-карта даст вам доступ к оказанному жилому дому. Не помешало бы посмотреть, что у них есть. Спасибо большое. Может быть, ваш род был прав, когда перевел меня сюда. Мне самое место в каком-нибудь забытом переулке рядом с мусором и картонными коробками. Хватит бичеваться. Погнали отсюда. Я не полезнее их. Да хоррее! Все, завались. Все. Спасибо большое. Поговорите со свидетелем в мотеле. Ой, боже мой, какой мимишный он. Мне нравится. Жалко, у него глаза странные. Кто-то уже нажраться успел. Я могу по нему подтоптаться, и он такой, типа, ты что делаешь? Это мой долг! Все, все, все. Я ухожу. Вы меня здесь не увидите больше, я надеюсь, никогда. Мотель был где-то там. И вот он, Зефириус, он здесь прячется. Мотель был где-то рядышком. По-моему, он вот здесь был. Да, вот он, мотель. Я могу в него зайти. Блин, ну это похоже прямо на детективное расследование, только с очень всратыми диалогами пока что. Поехали. Здесь у нас можно дрона кастомизировать и подняться. Очень криповая локация. Блин, ну над локациями... What the fuck? Это звук из серьезного Сэма? Это тот самый челик, который без головы бегает и орет. Они просто стащили его звук, это он, я его узнаю. Че за... Это странно. Наконец-то кто-то ответил на мою жалобу о шуме. Что такое? Вы здесь не из-за моей жалобы на шум? Тогда зачем вы здесь? А че у тебя за язык странный? Послушайте. Монстр, напавший на город. Конечно, Мэр считает, что это важнее, чем мое удобство. Сосед надо мной кричит и лопит уже целый час. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Вот что я вам скажу. Заставьте человека замолчать и я вам расскажу, что знаю. Да я просто возьму карточку и убегу. И хрен ты мне че сделаешь? Терпильствовать ты будешь сидеть. Вы захотите узнать то, что я знаю, поверьте. А теперь уходи. Это сводит меня с ума. Да господи. А че у него за язык такой странный? Они типа на разных языках говорят? Я вот более чем уверен, что их озвучивают различные ютуберы. Потому что разработчики не хотят никому платить. А актерам пришлось бы платить. Ну, по крайней мере, это не сильно похоже на озвучку реально профессионала какого-то актера. Похоже на какого-то ютубера на самом деле. Так, что здесь интересного? Как мне заставить этого чувака заткнуться? Сейчас дверь открывается и там просто дыра. Может мы на него че-то скинем? А. Господи, шедевр. Че ты орешь? Я все еще голоден. Это что такое? Это джестер. А, я помню тебя. Ты всегда ненавидел мои шутки. Бегите. Куда? Куда бежать-то? Ёп. Куда? Куда бежать? Там просто темнота. Куда вы хотите, чтобы я побежал? Хоть бы объяснили. Это вот полный О. Обратно бежать, видимо, не получится. Так. Окей. Давай, давай, давай. Заткнись, я побегу. Бегите. Вот, я побежал. И... И че? Там же темно и не видно ни черта. А куда бежать-то? Я вот залез в этот emergency выход. Я думал, меня телепортируют куда-то или что-то проломится. Но нет. Я должен опять пересматривать эту кат-сцену. В какой там? В 108 раз. Так. Я повысил яркость. Запрыгиваю сюда. Бегу. Бегу. Вы хоть что-то видите? А. Ой, неужели? Так вот, что это был за лабиринт. Я понял. Окей. Прыгаю сюда. Неужели мне удалось сбежать отсюда? Я упал вниз. Так. Еще одна попыточка. Бежим в темноту. Ну, там стоило добавить лампочку или какое-то освещение, чтобы было понятно, куда бежать, что делать. Так. Прыгаем. И... Ой, мы долетели. Я почему-то думал, что мы сейчас еще не долетим. И будет совсем грустно. Так. Здесь тоже нужно вовремя прыгнуть. Долетели. Офигеть. Паркурные элементы. Побеги. Блин. Ну, сам побег не супер кринжовый, но вот это вот начало с темной локации прям неприятное. А. Я прыгаю в город. Уэу. Слоумо. Стоп. Что? Так я и должен был выпрыгнуть в город, разве нет? Если я еще хоть один-два раза упаду вниз, я просто пойду концовку на ютубе посмотрю. Я не шу... Не работает. Я не шучу сейчас. Пробел не работает. То есть я когда нажимаю на него, проходит секунды 2-3, как с дроном. И только тогда персонаж прыгает. И если в начале это не проблема, то потом это просто галактическая проблема. Вот реально я нажимаю на пробел, и через 2 секунды он прыгает. Вот заранее нажимаю на пробел, и он просто не долетает теперь, потому что слишком заранее. Игра говно. Я вот только что почти допрыгнул. Я прям видел лапу этого гребаного мудака. Почему так? Так. С игрой произошла самая настоящая, большая, а вот просто огромная, вонючая жопа. Я примерно 2 часа, без шуток, 2 часа пытался перепройти один и тот же фрагмент. И я каждый раз под конец допрыгивал до жабы. Один из разов я даже успел записать. Там вот маленькие фрагментики я вам ставил. Каждый раз жаба меня по какой-то непонятной причине не ловил. И в один из последних разов я просто упал под карту, и игра у меня продолжилась. Когда я решил все это дело записать и забомбить, она вообще к чертям собачьим вылетела, что меня ни капельки не удивило. Но когда я в нее перезашел, я понял, что мой сейф к чертям собачьим похерен. Видимо, у меня началась следующая катсцена, либо я перешел к следующему игровому фрагменту. Но игра мне это не засчитала. И у меня просто черный экран. Персонаж начинает говорить, я тебя поймаю, и игра вылетает. Итак, раз за разом, раз за разом. Единственное, что мне помогло, это начать всю игру заново. И мне теперь нужно все это дело заново перепроходить. Если честно, желание все это перепроходить у меня ровно вот столько. Поэтому, я не знаю, я пройду ее на ютубе, может быть, если этот ролик соберет нужное количество лайков. Я реально нешуточно просто на ютубе посмотрю концовку, потому что опять все это перепроходить. А вдруг опять будет этот баг? А когда они выпустят патч? А черт его знает, когда они выпустят патч? Игра у меня была обновлена. Она, то есть, была последняя версия. Вот у чувака все идеально получается. Он даже оборачиваться успевает. Я поймаю тебя. И да, у меня тут нейросетевой перевод. И, ну, я так же, я так же нажимал. И вот в этот момент, когда я нажал на Е, у меня вместо того, чтобы он меня поймал, я вот так просто упал вниз. Он такой, я держу тебя. Дальше у меня играла музыка, и вот это вот все началось. О, господи. Блин, ну дальше что-то шедевральное должно быть. То есть я до финиша не допрыгнул один прыжочек. Точнее, нет, я допрыгнул. Жаба меня поймал, но толку. Все, что я просил тебя сделать, это пойти поговорить со свидетелем, чтобы мы могли выяснить местонахождение Джамбо Джоша. Как это закончилось тем, что ты убегаешь от сумасшедшего с горьким хихиканьем по крышам? Даже не знаю. Иди встань в угол слева от меня. И не шуми. Класс, меня поставили еще в угол в игре по факту, но теперь уже не меня, записочки. Человек тоже решил особо не читать такой, пофигу, насрать, погнали дальше. О, господи, он такой, встань в угол слева от меня. А я бы еще, наверное, не додумался встать, и меня бы эта тварина поймала. Мне придется подать на тебя в суд. О, да. Иди поджарься. Ну, отвали, он сказал. Ну, что-то даже нейросетевой перевод здесь не вывозит. И он просто свалил. А, я не хотел этого делать. Все в порядке. А, он кинул в него его звездочку, вот оно что. Я заслуживаю этого. Несмотря на все, что происходит, я не могу перестать думать об одной вещи. Да, какой же. О шутке, наверное, да? Об очередной тупой шутке. Выделить время в своем дне, чтобы заставить кого-то смеяться. То есть здесь нам должно было стать грустным, мы должны сделать плак-плак и все такое. Но если честно, у меня настолько сильно сгорел пердак во время двухчасовой погони, что мне не грустно. У меня только одна эмоция в голове, это гнев. И прошлые части этой игры были не идеальные, но они хотя бы наглухо у меня не ломались. Хотя у меня и знакомые ютуберы, у которых, по-моему, шестая часть тоже ломалась, и им приходилось ее заново перепроходить. Я не знаю, соберите 10 тысяч лайков, я и перепройду, возможно, если опять игра не залагает. Надеюсь, они патчи выпустят. Но если лайков будет недостаточно, нет, спасибо. Все, я леваю. Так, сразу-то, конечно, это все заанимировано, а не просто кем. Я всегда тот, кто рассказывает шутки. И мне еще предстоит услышать, как кто-то рассказывает мне. Шериф, расскажи мне шутку. Хорошо, я попробую. Так, мне страшно. Почему животные не едят шутов? Потому что у них забавный вкус. Я не понимаю. Чего? Я тоже не понял. О, подожди. На самом деле это совсем неплохо. Это даже в переводе какой-то смысл не имеет. Почему животные не едят шутов? Потому что у них смешной вкус. Чего? Ну, ладно. Предположим. Предположим, что разработчики адекватные люди и понимают, что они вообще створили. Это вот я вот так умер. После этой погони. Это жиза. Просто оставьте меня в покое, пожалуйста. Единственное, что мне нравится в этой сцене, это музыка. Музыка прикольная. Ну, не они ее написали, конечно же, но все равно прикольно. Вернись к злобному соседу. Все. Злобный сосед наконец-таки замолчал. То есть там в течение нескольких часов стоял челик и просто... Делал вот так вот. И это было из-за того, что у него в подсобке рядом находился джестер. Я правильно понял сюжетную логику или нет? Или я что-то упустил? Ну, ладно. Осталось вернуться к соседу. Я, кстати, гря могу вот это вот все теперь пропускать. Мне это радует. Благодарная благодарность австралийцам за то, что они делают то, что мне очень важно. Что? Чего, блин? Знаешь что, мне не важно. Он спросил, типа, как ты это сделал? Впрочем, мне не важно, как ты это сделал. Главное, что теперь здесь тихо и спокойно. Да, слава богу. Спасибо тебе, дорогуша. Ага, замечательно. Может быть, ты не такой уж и плохой? И он просто дал нам карточку. Он же сказал, что что-то нам объяснит. Он нифига не объяснил. Он просто дал карточку от театра. Я надеюсь, в театре нам что-то объяснят. Не могли бы вы, пожалуйста, немного понизить свой голос? Я участвую в соревновании по уборке пыли. Чего? Мой соперник намного сильнее, чем я ожидал. Это уже совсем какая-то сюрреалистичная шизофрения. Ну реально, что за бред здесь творится? Ох, а ведь после того, как я сейчас это посмотрю, я, скорее всего, пойду перепроходить. Ой, все это. А там даже нельзя катсцены пропускать. Ой, нужен билет Стингер Флинн. Он-то откуда здесь взялся? Что-то я вообще уже ничего не понимаю. Я хочу сказать, что я рад видеть тебя живым и здоровым. Этот безумный пляж не может превратить меня в одного из своих приспешников. Но мне все еще опасно там бродить. А почему он тебя не может превратить? Я хочу, чтобы ты подумал о том, что ты самый умный, типа... Потому что ты самый умный, типа... ...которые испытали бы дети при виде хотя бы одной из этих озорных тварей. Угу. Этих безмозглых животных, которые ненавидят людей больше всего на свете. На данный момент я бы не стал исключать возможность того, что они нашли место, где я сбил детей. Ну, где я спрятал детей. Именно твои дети. Там ошибки. Господи, ошибки в переводе. Там снизу написано I've hit the children. А должно быть I've hide the children. То есть спрятал. Им настолько было насрать перед запуском игры, что у них ошибки буквально везде. Именно твои действия сделали это возможным в первую очередь. Опять он сейчас начнёт осуждать нас. Это всё твоя вина. Ну, конечно. А как иначе? В любом случае, есть ещё одна вещь, которую я хочу тебе показать. О, нет, опять... Это точно похоже на то, что тебе это было нужно. Нет. Сейчас опять шизосны. Нет, господи, прошу тебя, только не шизосны. Если хотите, чтобы я увидел этот шизосон и, в принципе, досмотрел эту шедевральную игру до конца, ставьте лайки. Впрочем, я не думаю, что кто-то поставит. Пишите гневные комментарии. Увидимся.